Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу про мою первую и, пожалуй, единственную коллекционку. В данном видеоролике я расскажу, что это за коллекционка, как она мне досталась, и просто расскажу историю вообще. Мне просто хочется ею с вами поделиться. Да, вот так вот у меня почему-то сложилось, что я, по сути, не имею коллекционных изданий. Отчасти это было из-за их маленького количества. Да, мне так вот везло, что игры, которые я сильно жду, которые хочу поиграть, почему-то не обзавелись коллекционным изданием. Но еще отчасти повлияла и цена, поскольку у коллекционки это все-таки не самое дешевое развлечение. И какая-то действительно интересная и качественная коллекционка стоит порядка 10 тысяч. Единственная серия игр, от которой я кайфовал и кайфую до сих пор, и на которую могу слить больше денег, чем планировал, это серия Gears of War. И как вы догадались, Limit Edition 3 части это моя первая и единственная коллекционка. Кстати, она периодически мелькает в моих роликах. Досталась она мне вообще чудесным образом, будучи в другом городе, а точнее в деревне. Она у меня появилась в течение трех дней после релиза. За это отдельный респект моему бате, поскольку на то время он капец как нас спонсировал и обеспечивал всеми видеоиграми. Дело в том, что на момент, когда я был в другом городе, батя был в Москве. И будучи рядом около каких-то рынков, около каких-то магазинов видеоигр, он всегда заходил туда и звонил нам, чтобы что-нибудь купить. На момент выхода третьей части я видел три издания. Это обычный диском, Limit Edition, который у меня, и Epic Edition, по-моему, за 10 тысяч, где давалась большая фигурка Маркуса Феникса и, если не ошибаюсь, артбук. К сожалению, на самое дорогое издание денег у меня не хватало. А Limit Edition стоил тогда очень дешево, по-моему, 3 500. Потому что обычное издание, да, просто диск стоило где-то порядка 2 500 или 3 тысячи. Ну, считайте, небольшая разница. Так еще повезло, что данное издание все-таки было в магазине, и мне его передали то ли через проводницу, то ли просто через поезд, там, через кого-то. В общем, оно до меня все-таки доехало. Ребят, вы просто не представляете мой восторг на то время. Мало того, что это любимая серия игр, так еще и коллекционка, и еще практически сразу после релиза. Честно, я на всю жизнь это запомнил. Батя, я тебя обожаю. Вот так вот, собственно, и выглядит Limit Edition. Это небольшая и вроде как немаленькая матовая коробочка. К сожалению, со временем матовая поверхность немножко потерлась. Вот на этой стороне появились пятна, а здесь и на уголках немножко трещины. Это нормально, поскольку все-таки много времени прошло. Вот так вот оно открывается. В самой коробочке всякие дополнительные материалы к игре, типа фотки Адама Феникса. А также в этой коробочке есть флаг коалиции. Это довольно-таки прикольная вещь. Вот как оно выглядит. Также в издании, конечно же, есть сама игра вот в такой вот специализированной коробочке. Вот такая вот она необычная, не знаю, видно вам или нет, в стиле коробки с посланием от отца Маркуса. Ее можно было, кстати, заметить в одной из первых миссий. И самое прикольное в этом издании, это шестерня. Так, давайте ее все-таки достанем, она достается вот отсюда. Вот она. Ох, господи, какая же она классная. Вот так вот она выглядит. Заказывая данное издание, я почему-то думал, что данную шестерню можно будет носить на шее. Но нет, она слишком огромная и слишком тяжелая. Ну, сами посмотрите. Ну и куда это? Самое прикольное то, что все это издание, она очень была качественно сделана. Всякие брошюрки фотографий, это по сути не совсем обычная бумага, это скорее всего глянцевая бумага. Материал шестерни я не распознаю, но все-таки приближен к металлу. Ну, похоже на металл. И самый-самый главный прикол данного издания в том, что на каждой из шестерней написан ключ для скина Адама Феникса. Вот видите здесь выбитые буговки? Вот, вот здесь продолжение кода. От игры я был просто в восторге. Я прошел ее несколько раз, и она мне подарила реально очень много эмоций. Сначала в компании из-за невероятно эмоциональных и в то же время неожиданных поворотов. А потом и в мультиплеере, поскольку третья часть Gears of War это первая игра, в которую я зашел в онлайн. Знаете, коррекционки хороши тем, что они дают большую атмосферу игре. То есть мало того, что ты можешь просто запустить игру и пройти, так ты еще можешь что-то посмотреть, потрогать и еще больше погрузиться в мир данной вселенной. И это все как-то дарит совершенно другие эмоции, нежели ты просто запускаешь диск. Флаг, кстати, у меня долгое время висел над кроватью, а коробочка у меня используется чисто как тайничок. У меня там всякие чеки, промо-материалы, какие-то наклейки. В общем, это мой тайник. Так, давайте все-таки это соберем обратно. Так. Это, конечно, было не так все упаковано, но что-то приблизительно. По-моему, все вот эти фишки, они были вообще внутри флага. Единственная коллекционка, которую я тоже рассматривал к покупке, это была коллекционка дивизии. Я не знаю, как вам, но данная коллекционка, она была очень классной. Поскольку там был какой-то маленький кармашек, дополнительные материалы, сезонный пропуск, а самое главное, там были часы. Да, хоть они, конечно, были некачественно сделаны, но это все-таки была практически точная копия часов из дивизии. Полюбил бы я дивизию раньше, я, конечно, взял бы то издание, но, к сожалению, когда одумался, когда раскусил все-таки дивизию, этих изданий, к сожалению, уже не было. В целом, очень кайфово от коллекционок, особенно от тех, где есть точные копии каких-то предметов с игры. То есть не только какие-то арт-буки, какие-то доп-материалы, сезонные пропуски, но еще и, в принципе, по типу жетончика из Gears of War. Потому что их можно повертеть, поносить, я не знаю, и просто поставить на полку и потом всю жизнь радоваться. Надеюсь, что в будущем коллекционок у меня будет побольше и я смогу о них вам рассказать. Обязательно напишите в комментариях, какие у вас коллекционки, покупаете ли вы, нравится вам или нет. А также напишите свою ламповую историю о каком-нибудь коллекционном издании, если она у вас есть. А на этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь только ваша поддержка поможет каналу вырасти. Большое спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok